акустические системы урал ничего лишнего только звук всем привет меня зовут андрей с вами компания тоудио центр и торговая марка урал сегодняшний мой обзор будет посвящен усилителям серии в архе серия в архе что переводе означает боеголовка уже очень хорошо себя зарекомендовала своими акустическими системами это twitter и шквал среднечастотники м50 и медбассы w165 которые пользуются огромной популярностью у любителей высококачественного звука и пользуются надо сказать заслуженно теперь в этой линейке есть три усилителя я абсолютно уверен в том что они нисколько не уступают имиджу именно этой серии в архе потому что отвечают еще высоким требованиям качество звучания обладают отличным контролем над динамиками хорошим запасом по мощности их параметры полностью соответствуют заявленным играют они при этом очень хорошо в этой линейке три усилителя это моноблок класса d модель w1.1800 двухканальный усилитель класса b модель w2.180 и четырехканальный усилитель класса b модель w4.135 они упакованы такие красивые коробки в верных цветах урала на которых изображен сам усилитель и его основные параметры в каждом усилителе в комплекте идет инструкция она общая для всей линейки есть набор метис и как правило запасного предохранителя у моноблочного усилителя в комплекте идет кабель для включения выносного уровня регулировки его громкости провод для коммутации второго усилителя и непосредственно сам выносной регулятор уровня громкости этого усилителя у него есть особенность в том что он имеет индикатор клипирования сигнала в клип усилитель загонять не стоит потому что вы можете вывести из строя свои акустические системы которые будут к нему включены сам регулятор ступенчатый тактильно эти щелчки ощущаются очень хорошо не думаю думаю что на камеру вряд ли вы их слышите но покрутив вы их почувствуете что тоже как бы упрощает его регулировку его громкости очень удобно монтируется непосредственно в салоне обзор я хочу начать самого популярного усилителя в линейке это четырехканальника модель w 4.135 его характеристики вы видите на своих экранах ну а я коротенько расскажу об его некоторых особенностях ну сразу беря его в руки понимая что это очень серьезный продукт вес очень большой его внутренности и обзорные тесты вы можете более подробно посмотреть на нашем сайте там есть все фотографии где очень популярно независимыми экспертами расписаны его возможности его особенности ну начну свой рассказ с возможности подключения значит с этой стороны у нас расположены клеммники для подключения его питанию они под диаметр кабеля 20 квадратных миллиметров или даже чуть больше с этой стороны непосредственно клеммники для подключения акустических систем диаметром кабеля 12 бич их особенность том что они сделаны со сами стяжные винты сделано под углом что при подключении кабеля его затяжки винтом он еще поджимается тем самым обеспечивает более надежное соединение центре расположен предохранитель на 80 ампер он достаточно массивный и большого номинала с этой стороны у нас находится настроечные органы и входа которые которым коммутируется выход с магнитола соответственно канал 1234 и пара выходов она нужна для того чтобы скоммутировать 2 усилитель не тянув провода с магнитола а подключить непосредственно с этого выхода здесь верхняя часть это настроечные реагировки каналов 3 4 нижняя часть каналов 1 2 значит это регулятор который переключает режим работы канала 34 либо в режиме full воспроизведения всех частот либо в режиме лов пас или отсечки высоких частот либо в режиме хай пас то есть отсечки низких частот далее мы задаем непосредственно уровень отсечки низких частот пределах от 10 до 8 килогерц дальше расположен эквалайзер вас bus так называемый который на частоте 45 герц позволяет добавить уровень сигнала от 0 до 9 до себе следующий фильтр хай пас фильтр высоких частот он отсекает частоту ниже заданной пределы и регулировки от 10 герц до 8 килогерц ну и дальше уровень чувствительности на входах 3 4 уровня нижние нижние значит это переключатель режим работы входов он может работать как звук ходов так из четырех следующий это переключатель непосредственно режимов работы каналов опять же либо full то есть весь спектр частот идет либо хай пас фильтр высоких частот который отсекает частоту ниже заданной который задается следующим регулятором имеет пределы регулировок от 10 герц до 8 килогерц и чувствительность входов также у этого переключателя есть положение дьюб в котором дублируется фильтр love пас на третьем и четвертом канале вообще эти широкие настройки сделаны для того чтобы усилитель можно было включать в различных режимах даже в по каналу то есть паре каналов вы подключаете пару низкочастотных динамиков другому либо среднечастотники либо высокочастотники тем самым получаете очень хорошее качественное звучание без каких-либо потерь мощности на пассивных кроссовер усилитель с очень высококачественным звучанием отлично играя и обеспечивает потрясающий контроль динамик на его основе можно делать машины соревновательного уровня именно по качеству звучания и он себя уже очень неплохо таких машинах показывает в чем вы можете убедиться посмотрев на нашем сайте ссылки на его обзоры и на его звучание следующий усилитель в линейке это двухканальник модель w2.180 усилитель класса b его характеристики увидите на своем экране в принципе коммутация такая же настройки ну чуть-чуть проще усилитель двухканальный фильтр здесь тоже достаточно широкий либо отсечки низких частот либо отсечки высоких сервировкой от 10 герц до 8 килогерц так что его тоже можно включить там на пару из компонентов без пассивного фильтра значит в него басовый эквалайзер на частоте 45 герц изменение уровня сигнала от 0 до 12 децибел это регуляторы отсечки либо высоких частот либо низких частот соответственно регулятор переключение его режима либо во всем спектре частот либо с отсечкой низких либо высоких частот этот регулятор выбор режима либо он работает стерео режиме либо в моно моно это допустим вы включаете в мостовом режиме сабвуфер на его выход но его конечно лучше использовать как усилитель музыкальный для сабвуфера может быть не такая уж и большая мощность и качество которое он выдает может быть и для сабвуфера это и ни к чему поэтому лучше использовать для отключения акустических систем достаточно высокого уровня для включения сабвуфера в этой линейке есть моноблок усилитель класса d модель w1.1800 с его характеристики видите на своем экране он очень массивный тяжелый и обеспечивает реально ту мощность которая заявлена в его характеристиках значит с этой стороны у нас находится клемма для его подключения по питанию кабель сечением 32 миллиметра квадратных и выше ремонт включения кабеля которые его включат непосредственно в фугнитоле и колодки для подключения акустических систем также они затяжные винты под углом находятся что подтягивает провод при затяжке обеспечивает более надежная коммутация 5 предохранителей аминалом 35 ампер говорят о том что усилитель очень мощно с этой стороны у нас расположены органы его управления и версии входы для подключения сигнала головного устройства пара входов пара выходов выхода нужны для того чтобы упростить установку второго усилителя фильтр отсечки низких частот сапсоник здесь имеет регулировки в пределах от 10 герц до 55 герц фильтра отсечки высоких частот имеет регулировку в пределах от 10 герц до 250 герц ну соответственно выбор режима его работы и также есть басовый эквалайзер на частоте 45 герц он позволяет добавить от 0 до 12 дБ к сигналу вот эта клемма служит для подключения выносного уровня и громкости через тот кабель который в комплекте этот клеммник служит для подключения двух усилителей двух моноблоков когда один из них работает в режиме мастер другой в режиме слэйф для этого соответственно служит и переключатель который рядом расположен то есть усилитель основной который приходит сигнал с магнитолы включаются в режиме мастер второй в режиме слэйф они между собой коммутируются кабелем который идет в комплекте и при этом вы можете с двух усилителей снять соответственно двое большую мощность также здесь имеется индикатор регулятор переключения фазы либо 0 либо 180 герц ну и индикатор работы самого усилителя и индикатор защиты protect о том что усилитель неправильно скоммунированного шоу за защиту либо что-то произошло в системе выходит тоже защита вообще техника урал очень надежная отлично себя зарекомендовавшая а серия warhead обладает великолепным на мой взгляд качеством звучания отлично сочетается с компонентами акустических систем этой же серии и обеспечивает великолепные результаты в системах с высоким качеством звучания соревновательного уровня поэтому выбирайте урал просто надежно мощно акустические системы урал ничего лишнего только звук и